Привет, ребята! Приветствую всех любителей хорошего звука, хорошей аппаратуры, главное хорошей музыки. На улице у нас снегу навалило, погода не очень хорошая, холодно, сыро и скользко. Сегодня воскресенье, торчу дома, подключил вот опять свою Ямаху, усилитель слушаю сегодня и всякие мысли в голове, захотелось поболтать на разные темы. Тут еще 11 ноября прошло, себе ничего не покупал, но наблюдая за тем, что творилось в ютубе, возникли всякие мысли, захотелось это обсудить. Ну и тут еще такой момент, я наблюдаю под моими старыми роликами, под некоторыми, особенно там про ЦАПы, развернулась какая-то жаркая дискуссия, причем люди интеллигентно не хотят общаться, переходят на личности, какие-то там оскорбления. Ребята, давайте жить дружно, мы же все-таки культурные люди, музыку слушаем, а не что-то там обсуждаем, кулачные бои без правил. Итак, этого в интернете сейчас навалом наблюдаешь, там на форумах, как рубятся любители, например, Apple и Android, как ненавидят владельцы фотоаппаратов Nikon, владельцев фотоаппаратов Canon и постоянно там идет такое рубилово. Ну и то же самое вот здесь в стане любителей музыки, есть аудиофилы, есть меломаны, так себя люди называют, и те и другие друг друга считают дураками, одни кичат вы глухие, другие кичат вы сумасшедшие, ну так нельзя, давайте как-то людьми оставаться в рамках и никто не имеет права другому навязывать и объяснять, что он должен слышать, а что он не должен слышать. Все люди разные, у всех свои предпочтения, жизнь у нас одна и давайте ей наслаждаться и пользоваться тем, что у нас есть, что нам доступно. Что я хотел сказать, вот кстати по поводу сразу усилителей своих, я вот что-то долго не слушал Ямаху, достал ее и прям что-то так кайфую после Люксмана. Люксман меня доставлял огромное удовольствие и долго не слушал Ямаху, подключил ее сейчас опять. Все-таки насколько они разные, вот говорят, что хорошие усилители все одинаково играют, мне ребята они как-то совсем не одинаково играют, причем у каждого свой какой-то свой звук, окрас и он разный, хотя вот здесь написано натурал саунд, тут Ямаха немножко конечно покривила душой или там лишнего на себя взяла, натуральный звук по-моему никакой современной аппаратура не достижим. Сколько уже смотрел и есть видео на ютубе, где люди приглашают музыкантов, выставляют свою аппаратуру, там человек на скрипке пилит, потом они ставят компакт-диск, сравнивают звучание, ну и ни разу еще никто и потом скрипач не так играл, неправильно. Очень смешно наблюдать эти вещи. Какой натуральный звук? Ну и тут я должен еще вспомнил сейчас, кстати к слову, уважаемый господин Борзенков недавно сказал одну вещь, с которой я прям полностью согласен. Он сказал, что аудиофилия это наслаждение звуком именно крашен, не натуральным. Там в натуральном звуке, что хорошего. Ну сходите на рок-концерт, послушайте, как там группа рубит, там такой шум, орд, искажения, дисторшины. И в студии это записано и на хорошей аппаратуре. Красота просто звучит. Ни на каком концерте вы такого не услышите звука, большая редкость. Поэтому высококлассная аппаратура, она именно дает окрашенный, красивый, детальный звук. И этим и доставляют удовольствие. И одинаково они звучать, конечно, не могут. Ну еще вот хотел я затронуть тему, коротко, про одинаковость. Последние дни прям какие-то жаркие дебаты по поводу проводов. Опять тема проводов. Я ее всегда стараюсь избегать, но тут что-то не выдержал. Хочу свое мнение высказать. Проводов у меня тоже всяких полно. Не скажу, что это там самые какие-то плохие. Я использую обыкновенные. Но вот если вы заметите, у меня усилителю подключены к колонкам акустические провода. Это видите, они недорогие. Это шведская фирма Supra. Модель называется Supra Classic 2,5. Ну это 2,5 сечения провода. Обычные медные провода. Такой цвет голубенький. Они у меня уже, наверное, лет 15. Когда-то давно я покупал в магазине Пультру через интернет акустические системы. Они недолго у меня были. И продавец мне там предложил, говорит, у нас акция с хорошей скидкой. Вот провода акустические для колонок сразу возьмите. Я говорю, ну давайте. И вот он бросил в коробку мне эти провода. Они у меня лет 15. Очень я ими доволен. А доволен я именно не то, что там звук какой-то у них волшебный. Обыкновенный, нормальный звук. Они очень мягкие. Прям их удобно укладывать. Нигде не топорчатся, не торчат. Не толстые. И хорошо подключаются. Нормальная там чистая медь. Почитал я про эту фирму. Шведская какая-то компания с 70-х годов делает всякие акустические кабели. Ну, делает и делает хорошо. В общем, я им доволен. Менять их не собираюсь. До них у меня вообще были какие-то еще амфетоны. Я покупал колонки. Были советские провода. Вот, честно говоря, когда я поменял на эти, сейчас особо там какого-то волшебного прёста я не услышал. Сейчас, конечно, я знаю, там некоторые люди напишут. Купи себе там за 100 тысяч и ты услышишь. Узришь. Ну, может, вы и правы, если вы там слышите, пожалуйста, я никому не запрещаю. Ну, мне вот этих достаточно. Слышу вот все, что мне нужно, я через них слышу. Очень хорошие провода. И вот сегодня я начал что-то, посмотрел, какие у меня всякие тут еще провода. И такие есть, и такие есть. То есть провода разные бывают. Конечно, совсем уж там какой-нибудь помойки не надо использовать, я считаю. Ну, такого среднего качества. Это вот у меня удлинитель для наушечков я покупал. Тоже на Алиэкспресс. Надо так, в разумных пределах цена-качество. Некоторые даже, вот даже у меня что-то как-то заклинило, и я купил себе вот такой HDMI-провод. Видите, тоже он дорогой, с позолоченными разъемами. В общем, ни хрена он не лучше показывает, так же, как и дешевый. Видео от этого там в 3D не превращается. Обыкновенный провод. Ну, помех там нет, может, никаких, не знаю. Я что про провода-то хотел сказать? Ну, как бы каждый имеет право слушать то, что хочет, любые провода. И размышляя на эту тему, кто прав, а кто не прав, одни говорят, что там дорогие провода качественные, такой дают звук волшебный. Другие говорят, что ни хрена оно ничего не дает. Одни ссылаются на науку физика, другие на какие-то эфирные потоки в голове. Ну, я вот, что хотел, я никак не могу такие ответы на вопросы найти нигде. Может, вы знаете, мне объясните, подскажете дураку. Вот, ладно, там, давайте начнем с сетевых кабелей. Тот, что от розетки идет. Говорят, самое важное, это вот последний метр. Не важно, что там в доме проводка. Не понять, какая от щитка идет там из скруток разных, там, где там улова, где медь, не понять, какие провода. Допустим, мы имеем последний метр, хороший толстый кабель сетевой. Вот, и, ну, давайте снимем крышку с любого усилителя, посмотрим, что там внутри. А внутри мы там увидим обычные тоненькие пучки проводов, шлейфы, детальки на тоненьких ножках. И мы можем там увидеть предохранители стеклянные с очень тонкой проволочкой внутри. По ним, по всем идет ток, и, проходя все эти цепи, он туда в конце выходит на выход на акустику. И возникает вопрос, зачем толстый толщиной с палец кабель, который входит в усилитель, что он дает? И что он там отсеивает? Ну, вот, на усилителе Yamaha штатный кабель вот такой, обычный, ну, не совсем тонкий, но, видимо, такой же, как у компьютера, не знает, производитель положил. Неужели они, зная об этом, в свой высококачественный усилитель, не могли засунуть нормальный провод, добавить чуть-чуть цену? Ну, видимо, посчитали достаточным. Хотя он что-то больше 300 ватт там потребляет. Ну, или вот тот Люксман, который у меня стоит, это усилитель 73-го года выпуска. У него кабель несъемный, он штатный. И там такой проводок, ну, у меня в спальне светильник стоит, и у него вот такой же провод в розетку идет. И вот у этого Люксмана точно такой же провод сетевой заходит. Вот инженеры фирмы Люксман, ну, я думаю, их трудно обвинить в некомпетентности. Они создали такой высококлассный усилитель, ну, поет просто, ну, шикарно, шикарный звук дает. Несмотря на годы, и поставить туда такой провод, который мог испортить звук, неужели они не додумались сделать более качественным? Вот опять вопрос без ответа. Идем дальше. Люди от усилителя кидают дорогущие кабели к акустическим системам. Это тоже обычно, там, стопроцентная, там, куча девяток, бескислородная медь, толстые кабели, еще их на деревянные подставочки ставят. Все это заходит в колонку. Причем на самих кабелях-то есть коннекторы, там, на многих. Я как-то стараюсь больше заголенный провод цеплять, да и все. Ну, вот на этот мне пришлось немножко покажу сейчас. Поставить тут небольшие коннекторы. Потому что эти кабели у меня подключаются в люксман, а он там такие пружинные зажимы имеет. Ну, это тоже, видимо, инженеры тогда еще туповаты были, поставили простые пружинные зажимы, они тоненькие. И кабель 2,5 туда лезет плохо, и поэтому пришлось вот такие коннекторы небольшие прикрутить, чтобы нормально заходило. Вот опять, ладно, пойдем дальше. Вот кабель, ну, не такой, как у меня, а, допустим, дорогущий, идет в акустическую систему. Вот стоит там акустическая система здоровенная, тоже дорогая, высокого класса. Инженеры делали, и вот эти недалекие инженеры зачем-то внутри колонок разводку сделали тоненькими, опять же, проводами. Без всяких девяток, обычный медный провод. Загляните в любую акустическую систему, я думаю, вы ничего там дорогостоящего не увидите. Вот такие пироги. Вот эти вопросы, они как-то... Не нашел я ответов. Может, вы знаете, объясните, в чем смысл дорогих, толстых кабелей, которые нам... Ну, понятно, производители этих кабелей понятно, что хотят. Они хотят денег заработать, какие-то там безумные цены выставляют. Я не призываю всех переходить на вот такое. Хотя, вот, смотрите, я вам сейчас покажу такую вещь. Вот я переключаю усилитель. Сейчас плеер включу. Сегодня я взял и подцепил плеер вот таким дешманским проводком. Это я не знаю, от чего он там шел. Какой-то обычный тюльпанчик, который вермишель там или как называют. И стал на нем слушать ту же самую музыку, что вот там у меня балансные подключены кабели. Играет шикарно. Даже вот на этой сопле. Не знаю, что там сравнить с тем. Это вот звук сплеера по вот этому дешевому шнурку. А вот это балансный кабель по балансному входу идет с цифрового плеера. Ну, найдите отличия, как говорится. Ну, вам-то через YouTube, наверное, не слышно, а мне-то тут слышно. Такой-то глубинной разницы это по большому счету. Ну, если вдуматься. ну, единственное, что по XLR там громкость повыше. А так. Вот, переключаю. Какой-то фатальной там разницы не слышно, что удивительно. Ну, есть люди, которые слышат, наверное, пожалуйста. Но я не к тому, что я кого-то обвиняю или что-то призываю. Я пытаюсь найти ответы. Ответов что-то я не нахожу. Зачем нужны межблочные сетевые толстые шнуры, если внутри техники стоят маленькие тоненькие кабельки, проводочки, предохранители, которые могут перегореть на выходе усилителя, там тоненькая проволочка, то есть ток по ней проходит и идет куда-то на выход. Вот эти вопросы меня мучают. Ну, не то, что мучают, но что-то захотелось их озвучить. Если вы знаете ответы, напишите в комментариях, обсудим. разницы особо не слышу, честно говоря. А это вообще сопля. тут в звуке главная акустическая система и усилитель, мне кажется. А усилитель, ребята, вот что-то я его не слушал, эту Ямаху, месяц, наверное, на Ль-2. Там подключал немножко как мощник и прям наслаждаюсь после Люксмана. Люксман, конечно, он такой дает звук праздник слащавый, красивый, но со временем что-то поднадоел. Вот включил вот этот, хоть оба их оставляй в хозяйстве и пользуйся по очереди. Ну, вот такие мысли. Ну, все, всем пока, здоровья, успехов. Слушайте хорошую музыку. Да, и завязывайте уже с Даяной Кролл, уже, ну, невозможно, везде, куда не сунешься, все Даяну Кролл какую-то слушают. Еще и называют ее джазовой певицей. Она не является джазовой певицей, она такая же джазовая певица, как Коля Басков, оперный певец. Если вы хотите джазовой музыки послушать там, окунитесь там столько такой кладезь настоящей джазовой музыки. Ну, только не Даяну Кролл, ребята, я вас умоляю, завязывайте. Все, пока. Продолжение следует...